Мне кажется, скоро война. И что? Страшно. Война нормальное состояние мира. Привыкнешь. Без войн мы бы давно вымерли все. Как это? А вот так это. В мирное время мы живем, спим, все в норку тащим. Главное, перестаем чувствовать вечность и превращаемся в свиньи. А лечится свинение только войной. Когда она приходит, все расцветает. Живо вспоминаем, кто мы и зачем. И снова начинаем слышать волю неба. Ну а все-таки, как думаешь, будет война? Нет. Будет борьба за мир. Но такая, что камня на камне не останется. Вчера они играли в плюшки. Как это? Кто дальше плюнет? Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Жатва началась. Время последнего наступления. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и деноцификации Украины. У нас две беды. Дураки и дороги. А еще есть одно горе. Когда дураки указывают дороги. Мы уже выдаем оружие и будем выдавать для защиты нашей земли. И всем, всем, божающим, всем спроможням захищать наш суверенитет. А что это за звуки? Похоже, нам замрили. Ааа, это война на западном входе. На диванах лежали, вставать не хотели. Пусть теперь сами воюют. Главное, что у нас тихо. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Геополитика. Нет никакой геополитики. Те, кто управляет ветрами, заставляют верить в этот миф. Мы снимем санкции из всех граждан Украины решением Ради национальной безопасности и обороны, которые готовы с оружием в руках захищать нашу державу в складе территориальной обороны. Мы переберемся жить к вам. Готовьте хлеб, соль. Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Результаты войны пересмотрели, всему миру показали, что мы мирные и дружелюбные. Теперь вместо Дня Победы будем отмечать День Примирения. Думаешь, там наверху дураки сидят? Я думаю, наверху сидят полнейшие кретины и редкостные подонки. Что? В действительности все не так, как на самом деле. Находясь внутри ловушки, не увидишь ничего. Внимательно смотри вокруг и различай. Задавай вопросы в пустоту. Каждый твой вопрос должен начинаться со слова «Зачем?». Так и хочется спросить. Зачем? Зачем все это? Ради чего? Только постоянно спрашивая «Зачем?», можно выйти по цепочке на самый верх главной тайне, разгадав которой все остальное станет понятным. Войны выигрывает золото, а не солдаты. Одни силы объединяются против других. Каждый раз в новом составе. Гремят барабаны войны. Визжат революции. И все на этой доске. Управляет игрой незримый дирижер. Кажется, я понимаю. Это называется информационная война? Не совсем так. Любая война всегда и только информационная. Но война на умах и сердцах невидима. Поэтому стреляют пушки, свистят пули. Чтобы люди точно знали, что идет война. На самом деле оружие в войне вовсе не нужно. Сражения идут при помощи смыслов. Народы умело стравливаются, и игра идет. Тебе нужно научиться различать в окружающем шуме, что происходит на самом деле. Незримое управление обслуживается вполне себе зримым, людьми. Низший уровень – административный. Это разного рода правители и чиновники. Полицейские с дубинками и собаками. Одним словом, надзиратели. Их удел слова и законы. Поощрение и наказание. Политика и прочая шелуха. Надзирателями управляют технологи. Те, кто явно ведет образы. Подбрасывают бомбы, меняющие ход событий. Знающие, куда при помощи образов направить энергию толпы. Что вы предлагаете? Отнять у них последнее. Удвоить количество порок и казней. Показывать их по телевизору. Показывать в прямом эфире. Сеять страх. Больше страха. Власть держится на страхе. Завалить их этим из всех щелей. Блестяще. И пока вы, спины у рта, сражаетесь друг с другом, настоящий заговор остается в тени. И работает. Без всяких теорий. Как часы. Тик-так. Тик-так. Употребить до начала битвы конца. Рассрочено. Хочу обратиться ко всем воюющим на обеих сторонах. По большому счету мы убиваем друг друга. Вместо того, чтобы наказывать тех, кого должны наказывать. А кто еще помнит, из-за чего мы поднялись? Вам не кажется, что нами сейчас управляют именно те, против кого мы поднимались? И одни, и другие. Не пора ли образумиться, господа военные? Иначе у нас не останется ни одного. А те, против кого мы воевать должны, те будут жить и не тужить. И все будет по-прежнему. К этому еще раз обращаюсь. Начинаете думать. Должен работать мозг, а не гранатомет. Тогда будет порядок. Пока работает оружие, будут только смерти. Включайте голову. Желающий мстить должен рыть две могилы. Тому, кому мстишь, и себе. Есть вообще-то женщина нехорошая. С ней лучше не связываться. Они все поймут и начнут жить достойно. Все вокруг расцветет. Представь, все заботятся, берегут друг друга. Миллиарды творческих людей. Никто никому не завидует. Никто никого не проклинает. Только творчество и созидание. Что-то изменилось. После прошлых игр. Я чувствую. Что ты чувствуешь? Надежду. Не выйдет. Пока у них есть надежда, страх не поможет. И ты в это веришь? София всех дочерей потеряла. Вздор. Все дочери живы. А чем дает парадуги? Последний день. И мы. Мы выжили. Мы тоже. Мы живы. Живы. Мы. Что будет потом? Малый мир. Такой же. И красный, и яростный. Опять все сначала. Разве было по-другому? Никогда такого не было. И вот опять. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...